Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня выкатываем с вами из ангара РАМ-2. Делаем это по одной простой причине, потому что его в очередной раз выставили на продажу за два косаря голды. Честно говоря, как-то зачастили разработчики, я посмотрел, буквально в сентябре месяце его выставляли на продажу. То же самое предложение за два косаря голды. Кому интересен обзор на данную машинку, когда я ее купил и катал для дополнительной каточки, вот, пожалуйста, ссылочка, заходите, смотрите. Что сейчас есть в наборе? Значит, есть РАМ-2, есть 250 тысяч серой, есть камуфляжик, но, честно говоря, на меня как-то не сильно производит впечатление. Что касается дополнительных вот этих вот всех приколов, которые еще набросали к машине в виде бустеров, ну, есть, да и есть, да и слава богу, я, допустим, за бустерами и гоняюсь. Что касается предложения в виде сертификатика, тоже не заманывает по одной простой причине, потому что 10% на пятом уровне, как бы, вообще ни о чем там ценники не кусаются. То же самое касается и исследования техники. 25% на пятый левел. Ну, короче говоря, по-моему, несложно на четвертом левеле набить себе опыта для того, чтобы открыть пятерку. Короче говоря, вот это вот вообще не впечатляет. Понятное дело, что есть место в ангаре и открытое все оборудование, которое на пятом левеле абсолютно дешманское. И в целом можно машину и так покупать без открытого всего оборудования. Ну, далее, да и далее. Большое вам, как говорится, спасибо. Что касается данной машины, многие часто спрашивают, а за сколько можно продать. Ну, поскольку это премиумная машина, а не коллекционная, то, соответственно, продавать вы будете ее исключительно за серу. И я бы сказал, что ценник, ну, прям совсем-совсем низенький, 350 тысяч серебром. Короче говоря, покупать за голду, за 2000 голды ради того, чтобы продать за серу, ну, как бы курс совсем-совсем невыгодный. Короче говоря, ребят, вот такой вот товарищ продается. Я вам так скажу, я не удивлен, что его так часто выставляют на продажу по одной простой причине. Потому что машина, я бы сказал, не блещет. Не блещет абсолютно ничем. Вот просто в машине нет ровным счетом ничего того, что стоило бы рассматривать как приобретение. Ну, как бы, ДПМа как такового нет, Альфы как таковой нет, КД как такового тоже крутого нет. Время сведения, там, разброс на 100 метров, абсолютно все стандартизировано. Я не могу сказать, что на меня эта машина произвела какое-то такое прям впечатление, чтобы сказать, что машина, ну, хотя бы в чем-то годная. Она, как говорится, как есть, так и есть. Вот и все, и больше тут сказать нечего. Это один из немногих танков, который я приобрел не на основной аккаунт. И в то же время один из немногих, о которых я не жалею, что приобрел его именно на дополнительный аккаунт, а не на основной. Обидно, конечно, было бы лучше, чтобы на основе он стоял чисто в коллекции в ангаре. Ну, и для того, чтобы заснять видео, не приходилось переходить между аккаунтами. Но в целом, ребят, вот это вот все позитивы, да? То есть, ну, то, что я приобрел его просто ради обзора, да, окей, вот и весь позитив. Мне, честно говоря, машина как-то не заходит, ну, совсем. Если уже искать прям сильно-сильно-сильно, знаете, вот как за уши притягивать зайца в шляпу фокусника, ну, где-то точно так же можно попытаться притянуть за уши какие-то позитивы в этой машине. Ну, вот давайте посмотрим. Позитив в этой машине, допустим, там, КД, да, 3 секунды. Окей, согласен, позитив. Но вот углы склонения я не могу сказать, что прям хорошие. Альфа 84. На пятом левеле 84 альфы. Ну, короче говоря, вы можете, в принципе, себе там на калькуляторе посчитать, для того, чтобы понять, сколько вам необходимо будет шотов сделать для того, чтобы кого-то разобрать. Вот, пожалуйста, вам вроде бы и время перезарядки прикольное, а в то же время нормально реализовать ты его не можешь по одной простой причине, потому что для этого тебе надо максимально часто показываться, ну, к врагам, да, там вылазить и показываться им в прицел. Вот радует то, что вот этот вот товарищ уснул, поэтому на нем я могу реализовать свой ДПМ заявленный. Но в целом, ребят, где-то стоять и хорошо накидывать у вас не будет получаться, я бы сказал, абсолютно. Потому что машина картонная и пробивать ее будут на постой, просто-таки на постой. Вот где бы вы ни стояли, как бы вы ни танковали, все равно бить вас будут. Какой-то бешеной подвижности нет. Как вы видите, пробили меня, смотрите, куда, да, вот в маску орудия или даже там маски как таковой нет. Пробили, ну, гнусно, неприятно, просто-таки до безобразия. Играть на данной машинке я, ну, не играю в основном по одной простой причине, потому что она меня абсолютно не впечатлила. Не знаю, почему не зашла машина вообще ничем. Бьют куда попало, как угодно. Если повезло вот своими союзниками, да, там, тогда ты можешь еще что-то сделать. Но в целом, ребят, я не могу сказать, что вы будете прям имбовать. Мне сейчас очень сильно повезло, что я нахожусь вверху списка. Я такой, типа, якобы на искусственной вершине пищевой цепочки. И это позволяет мне что-то делать. Вот, допустим, против четверок. Понятное дело, что у четверок пробитие чутка пониже. Ну и, соответственно, вы для них, ну, типа, не настолько уж легкая мишень. Но вот когда вы сталкиваетесь с пятерками, будьте готовы к тому, что раздалбывать вас будут просто-таки в щепки. Короче говоря, будете отхватывать, мама не горюй. Ну, вот, допустим, сейчас тот же самый КВшник взял и тупо меня вынес в ангар. Я такой, типа, набрасываю, набрасываю, набрасываю. А толку, ребят, как такового, по отношению, ну, я имею в виду, конкретно в разрезе КВшника, нет абсолютно никакого. Потому что 84 единицы альфы, а у него 774 единицы запаса прочности. А вот едет товарищ БДР, у которого, между прочим, запас прочности 690. Короче говоря, вооружайтесь калькулятором и считайте, что вам необходимо, то есть, какое количество выстрелов точных вам необходимо произвести с этой машиной для того, чтобы кого-нибудь разобрать и отправлять в ангар. Поэтому, ребятки, вот если вы против четверок бодаетесь, окей, вопросов нет. Товарищ отыгрывается довольно-таки неплохо, да, то есть, вот многие там не могли его пробить, маска орудия спасала, там, башня типа рикошетная под наклоном, хотя фиг там. И, что касается бронелистов, я не могу сказать, там, нижний, верхний бронелист. Короче говоря, вот это вот округлое пузико сверху шьется просто-таки на ура. Да, верхняя часть корпуса тоже пробивается. Поэтому, ребятки, возвращаясь к теме, против пятерок вам противопоставить практически нечего, а к пятеркам попадать вы будете, потому что вы сами пятерка. А вот если вы попадете против шестерок, ну, тогда, ребят, начинаем подтирать сопли, плакать, ну, и отправляться в ангар как можно быстрее. 2180 единиц урона, ну, ребят, помните, я там одного АФК-шного разбирал. Так вот, часть урона вот именно оттуда, ребятки. Что касается трех уничтоженных, я сказал бы, что это больше фарт, чем закономерность. Не делает машина фрагов по три за каждый бой. Знак классности первой степени, а знаете почему? Да потому что эту машину практически никто не катает. И планка на нее абсолютно не поднята. Вот вам и ответ. Что касается результатов по фарму. На пятом левеле, с учетом активированного према, ну, за этот бой вы бы получили 61 тысячу и 40 с половиной, если без према. Ну, короче говоря, вот прям как у меня сейчас вышло без према. И для пятерки, ребят, согласен, для пятерки вполне нормальная цифра. То есть сказать, что этого мало, нет, для пятого левела очень даже таки себе достойно. Но кайфа, в принципе, как такового ты не получаешь. Ему прям в край. В край, ребят, не хватает Альфы за выстрел. Вот была бы Альфа хотя бы 110, то для према это действительно было бы классно. Я понимаю, что, может, я зажираюсь, но, по крайней мере, ты свою картонность меняешь на что-то годное. То, что я вот это вот набросал, это благодаря вот этим вот ребятам, которые на себе держали товарищей, которые наступали, а я втихую где-то сзади там отбрасывал. Если бы я находился в гуще событий, поверьте, я бы отхватил довольно-таки некисло, на этом бы все закончилось. Давайте закинемся еще в одну каточку для того, чтобы, как говорится, закрепить результат, закрепить впечатление. Мое же впечатление я озвучил. Два косаря голды вроде бы как бы и недорого, понимаете? Но в то же время даже на пятом левеле за две, за две с половиной тысячи можно порой по предложениям, по каким-то временным, допустим, да, или точно так же, как выставляющиеся на продажу машины, можно приобрести себе даже более годное что-то. Кто-то начнет меня там сейчас осуждать в комментариях по поводу того, что вообще обзор песка это дурная тема и дурное занятие. Кто-то скажет, что песок это вообще не достоинно. Нет, ребят, я с вами не соглашусь. По одной простой причине, потому что есть любители песка, это во-первых. Я и сам любитель порой выехать в песок и там поиграть. По одной простой причине, потому что там порой бывает гораздо интереснее, гораздо веселее, чем на десятом левеле. На пятом левеле ты, если не следишь за своей статистикой, ты можешь позволить себе расслабиться. И играть абсолютно непринужденно. Вот когда ты играешь на восьмых левелах, на десятых левелах, тебе приходится напрягаться, тебе приходится долго думать, тебе приходится принимать взвешенные решения. На пятом левеле этого всего нет. И в этом прелесть песка, что ты можешь реально просто зайти, покайфовать, поиграть, покататься, поотстреливать, если ты не переживаешь за то, что ты, допустим, даже сольешься. И таким образом подпортишь себе статистику. Так вот, ребят, в таком случае, да, довольно-таки интересно запрыгивать на пятый левел. Но, как я уже сказал, есть машинки поинтереснее, есть машинки повеселее. Ну что, поехали, посмотрим, чего эта машинка может еще. Не знаю, ну, вот, пожалуйста, чуть ли не наша копия едет, да. Гризли. Ну, у Гризли, по крайней мере, там альфа немножко повыше. Так, поехали, попытаемся как-то потанковать. Мы опять, слава богу, на вершинке пищевой цепочки. Надеюсь, нам это поможет. Давай, показывайся. Нет, вот здесь уже я, конечно, косану. Так, вот что делать? Начинаю проскакивать, и меня явно сейчас начнут разбирать. Причем разбирать начнут жестко. А буду отстаиваться, вообще урона никакого никому не нанесу. Вот оно, сложное решение игры на товарища Рам-2. Рисковать, как говорится, или нет? Видите, как получается. Гризли, да, сколько смог закинуть. И я взял, знаете, как сплевачки в детстве. Вроде бы и плюнул, а вроде бы и, ну, только разве что пощекотал. Так, поехали дальше. Очень классно мы играем. Все супер. Всех разбирают без нас. Так, ну, вот, что действительно стоит отметить, что гаудишкой танк отбрасывает, ну, не намного меньше, чем обычными базовыми снарядами. Так, поехали, поехали, поехали. Вот еще раз КВ-1 встретили в бою, но под этого товарища подставляться не хочется абсолютно. Товарищ Мэджай решил составить ему компанию. Так, ну что, рискуем. Попытаемся немножко пооткидывать в КВ-шника. Его загуслили. Уже хорошо. Остался Мэджай, осталось ПТХ. Я, честно говоря, хочу поехать именно на Мэджай. Я товарищ рисковый. У нас однозначная победа. Возможно, даже в сухую. Поэтому, в принципе, можно рисковать, попытаться какого-то урона понабрасывать. Да, не успевает, брат, повернуться. Может, даже успею добрать его. Да, добрал. Ну, вот, за этот бой сделал один фраг. Но, как видели, мне повезло, что всех товарищей, которые были у меня на пути, расчищали наши союзники больше, чем этим занимался я. Смотрим. Смотрим на результаты. 888, магическая цифра, единиц нанесенного урона. Один фраг, знак классности третьей степени. Короче, кому надо собирать знаки классности, пожалуйста, покупайте себе РАМ-2, и будет вам счастье. 20 тысяч за этот бой, потому что урона я нанес существенно меньше. А знаете почему? Потому что ребята отыграли существенно лучше, чем в предыдущем бою. Так вот, ребятки. Что касается результатов фарма, сами все видите. С премом 33, без премом 20. Что могу сказать? За 2 косаря голды, с учетом того, что близится новогодний аукцион, я бы все-таки не рекомендовал приобретать данную машинку по одной простой причине. Потому что она вам не предоставит абсолютно, ну, практически ничего. Если вы любитель вот такого геймплея, как сейчас был в этих двух боях, пожалуйста, приобретайте, и будет вам удовольствие, будет вам счастье, и будет вам постижение дзена какого-то, да, там, в отношении вот именно такого стиля игры. Мне же такой стиль игры, честно говоря, как-то не сильно нравится. Мне не сильно нравится постоянно думать по поводу того, что мне надо выжить. Вот это вот ощущение боязни за свою жизнь в боях, оно очень сильно сковывает. А на пятом левеле хочется играть как-то, знаете, вот, порой даже безрассудно. Буду называть вещи своими именами. Поэтому, ребятки, не знаю, у кого какой кошелек. Если у вас кошелек в районе, там, не знаю, 30-40 тысяч голды, и вы хотите приобрести себе что-нибудь новенькое и этакое, нестандартное, вот вам, пожалуйста, этот аппарат вам подойдет. Но если у вас, грубо говоря, там, в районе от 6 до 12 тысяч золота, то накануне новогоднего аукциона я бы остро не рекомендовал приобретать данный аппарат. Да и тем более, ребят, смотрите, 3 месяца назад его продавали по точно таким же условиям. Поэтому, если вас заинтересовала эта машина, вы вполне спокойно это сделаете месяц через 3, купите себе его уже после новогоднего аукциона. А на новогоднем аукционе сможете приобрести себе что-нибудь годное, что-нибудь толковое. Да, и еще, ребят, если вы за честные обзоры, вот внизу шильдик желтый, заходите, подписывайтесь. Я гарантирую вам честность обзоров на танки, на товары в магазине. И ни в коем случае никогда не порекомендую вам приобрести что-либо вот такое, вот, допустим, что потенциально может вас расстроить. Ну, а по моим видео вы сможете понять, как машина будет играться в ваших руках, если вы среднестатистический танкист такой, как я. Я не суперскилловый игрок. И да, ребят, я никогда не нарезаю свои видео для того, чтобы показать машину во всей ее красе. Особенно тогда, когда красы нет. А если краса есть, поверьте, даже в первом попавшемся бою вы это увидите и вы это поймете. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.